Просто недорого, но со вкусом. Трикита, на которых в этом году будет построено оформление курорта к его дню рождения. Символом осеннего праздника, по задумке главного художника города, станут два желто-зеленых листа платана. Создаем композиции радушия и хлебосольства. Осеннее настроение так называемое. Они размещаются в общественно значимых местах, фойе, холлах, с использованием аксессуаров осеннего ассортимента. Тыквы, листва, красивые ветки, дыни, мандарины, хурма. Книги об осени, о Сочи, пейзажи, натюрморты, городские зарисловки могут быть частью этих композиций. Кстати, то, как будет выглядеть весь курорт к 21 ноября уже можно увидеть не только на бумаге. Парк Ривьера первым одел праздничный осенний наряд. Здесь праздничными композициями уже украсили центральную аллею, кафе, рестораны и торговые павильоны. Кстати, некоторые из них выполнены не профессиональными дизайнерами, а горожанами. Это работы сочинцев, которые участвуют в конкурсе. Его проводит администрация парка. Победителя ждет приз – билеты в дельфинарий. Клумбы города тоже начали менять свой наряд. В некоторых микрорайонах цветники уже заиграли новыми красками. А сквер у скульптуры Архангела Михаила вскоре изменит свой дизайн полностью. Обсуждали на планерке и декоративную ночную подсветку. Мэр считает, что ее недостаточно. На курорте еще много гостей, и у них должны остаться яркие впечатления от прогулок по ночному Сочи. Мы город сказка. Люди, которые к нам приезжают, они получают здесь праздник. Мы делали все. И вот эти 200 событийных мероприятий, и работа площадки «Лайфсайт», экскурсионная работа, она действительно создавала праздник для наших гостей. Об этом говорят цифры, потому что впервые за всю историю курорта мы стали круглогодичным курортом. Глава города также обратился к представителям домовых комитетов и ТОСов с просьбой провести генеральную уборку придомовых территорий. Как показали обходы, еще не во всех микрорайонах наведен порядок. Также стало известно, что по просьбе горожан прием заявок на конкурс «Лучший двор, дом, подъезд» продлен до 10 ноября. Победители в каждой номинации будут достойны значка почета за безупречную службу Сочи. Эта награда предусматривает также ежемесячную прибавку к пенсии в размере 7 тысяч рублей.